Нравятся ли вам детективы? Надеюсь, что да. Потому что сегодня проведем совместное расследование и выясним шаг за шагом, как определить разворот тренда. Но это не все. Главное, вы научитесь методике, которая поможет самостоятельно разрабатывать эффективную торговую стратегию. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембитов. В качестве первого примера возьмем разворот по золоту, который произошел 6-7 августа прошлого года. На дневном графике хорошо видно, что цена больше не обновляла максимум. Посмотрим на график ближе. Для этого используем 15-минутный таймфрейм. На этом графике особенно хорошо видно, что разворот прошел за два дня. Итак, у нас есть настоящий разворот, потому что мы знаем, цена не вернулась на прежний уровень, а на текущий момент уже прошло более четырех месяцев. Ваша задача, применив детективный метод, высказать несколько гипотез, по которым можно было бы увидеть разворот. А сейчас попробуйте отметить все признаки разворота, пока не прозвонит таймер. Когда на вебинаре участники писали свои признаки, одним из главных был медленный рост цены перед разворотом. Поэтому первый признак будет звучать так – долгий и тяжелый рост. Кстати, очень рекомендую вам присоединяться к нашим вебинарам, потому что иногда там раскрываются вопросы, которые не попадают в видео. Ссылка для регистрации будет в описании. Второй признак можно описать так – пробой последнего максимума и возврат к минимуму. Можно ли сказать, что следующий максимум ниже последнего? Да, конечно, все последующие максимумы ниже первого. Пусть это будет третий признак. Окончательно разворот стал очевиден после пробоя нижней границы диапазона. Последний признак можно описать так – цена не возвращается в границы диапазона. Итак, мы сформулировали пять гипотез, описывающих разворот тенденции. Посмотрим, как они работают на других примерах. Другие примеры взяты случайным образом, так чтобы не подыгрывать. Второй пример. Посмотрите на график и попробуйте понять, подходит ли наши 5 признаков разворота к этому случаю. Разберем каждый пункт подробно. Можно ли сказать, что движение перед разворотом было тяжелым? Да, можно. Значит, первый пункт подходит. А как насчет второго признака? Согласитесь, выглядит уже не так точно. Попробуем сформулировать по-другому – возврат в зоне минимума. Так получается точнее. Третий признак. Подходит и менять его пока незачем. Четвертый признак тоже рабочий, менять не будем. И пятый признак можно использовать без изменений. Смотрите, второй пример, а мы уже ввели некоторые изменения. Идем дальше. Третий пример. Посмотрите на график и подумайте, какие признаки предвещали разворот. Попробуйте сами найти свои признаки. Чтобы лучше разбираться в теме, подпишитесь на канал Адмиралс, там много материалов по price action. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы узнавать о новинках первыми. Подходит ли первый признак к этому развороту? Очевидно, что нет. Ладно, пока он попадает под сомнение, потому что его даже не переформулировать. Или по крайней мере нам на вебинаре сделать это не удалось. Хотя были предложения разделить разворот на две группы. Быстрый подход и медленный. Если у вас есть идеи на этот счет, напишите в комментариях. Второй признак тоже не в десятку, нужно формулировать по-другому. Попробуем следующим образом. Пробой последнего максимума и тест или пробой зоны минимума. Хорошо, пока так оставим. Если вы подумали, что в этом видео самое главное правило разворота, то ошиблись. Они, конечно, полезны, но гораздо важнее метод, позволяющий эти правила формулировать, и он вам пригодится еще не раз. Поэтому, чтобы ролик не потерялся, поставьте ему лайк. До сих пор третий признак не претерпел изменений, и в этот раз мы его оставим в первозданном виде. А четвертому признаку повезло не так. Он описывает ситуацию криво и требуется корректировка. Четвертый признак переформулируем так. Пробой границы диапазона, сформированного максимумом и локальным минимумом вниз. Пятый признак подходит, так что его не меняем, потому что в данном случае цена действительно не возвращается в границы диапазона. Четвертый пример. У этого видео уникальный формат, потому что можете исследовать предложенные варианты самостоятельно. После чего сформулируете свои правила, и в то же время у вас есть возможность вериться с принципами, что мы разработали на вебинаре. Так что не упускайте возможность и попробуйте найти свои признаки разворота. Четвертый пример окончательно торпедировал первый признак, поэтому от него отказываемся. Второй признак тоже требует доработки. Что если сформулировать так? Пробой последнего максимума и тест или пробой зоны минимума с возвратом в диапазон. Новый минимум становится границей диапазона. Но и эта формулировка не точно описывает ситуацию, потому что только пробой минимума 5 показал высокую вероятность снижения. Если вам кажется, что мы занимаемся подгонкой, то подумайте на досуге о работе ученых, которые берут в природе образец, затем его описывают и систематизируют. Вам же не придет в голову мысль, что они что-то подгоняют. Верно? Добавим к формулировке величину отката. Пусть в нашем случае нижней границей становится лишь тот минимум, после которого движение цены поднялось выше 50% от всего диапазона. Если у вас возникли идеи лучше, напишите в комментариях. Этот принцип не меняем, пока он у нас долгожитель. Третий принцип. Из-за того, что цена не пошла выше 50% диапазона, граница не изменилась, но ее пробой – это признак начала снижения. Последний принцип тоже требует корректировки, потому что цена после пробоя вернулась в границы диапазона. Совсем недавно мы использовали понятие середины диапазона. Воспользуемся им вновь. Теперь новая формулировка звучит так. Цена не возвращается выше 50% от диапазона. Обратите внимание, что мы изучили только 4 разворота, а наши правила существенно изменились. Пятый пример. Посмотрите на график и решите, можно ли было предвидеть разворот, используя выведенные нами правила. Посмотрите на график. У нас было несколько участков, похожих на разворот тренда. Я подумал, что их можно использовать для тестирования. Для теста я разбил график на три участка. Попробуем применить правила каждому. Первый принцип дает нижнюю границу диапазона. Пока все похоже на правду. Второй принцип говорит о возможности разворота. Третий принцип не подтверждается. И это хорошо, потому что в нашем случае разворота нет. Четвертый принцип также говорит, что разворота не будет. Как итог, правила показали, что разворота не будет. Так что первая проверка пройдена. Что же проделаем на втором участке. Первое правило исполнилось. Получили нижнюю границу диапазона минимум 2. Следующий максимум не обновил локальный признак смены тенденции. Третий принцип не подтверждает разворота. И четвертый принцип говорит о продолжении движения вверх. Проверяем последний участок. Первый принцип дает нижнюю границу диапазона минимум 2. Второй признак констатирует слабость движения, но пока не говорит о развороте. Третий признак подтвердился, что подсказывает вероятность разворота высокая. Цена после пробоя не возвращается выше 50% диапазона, что можно расценить как сформировавшиеся признаки разворота тренда вверх. Для формализации правил их полезно оформить в виде схемы. Прямо сейчас этим займемся. Вы заметили, что сегодня говорили только о развороте тренда вверх. Это не случайно. Дело в том, что если проведете свои изыскания, то увидите. Нисходящий тренд зачастую разворачивается несколько по другим правилам. Обязательно проведу похожее занятие по развороту нисходящего тренда, если пойму, что тема интересна. Критерием вашего интереса будут просмотры и лайки. Так что если хотите продолжения, делитесь этим видео и ставьте лайки. Для лучшего понимания разобьем каждый принцип на мелкие составляющие. Первый элемент пробой последнего максимума. Далее оцениваю поведение коррекции. Первый вариант тест минимума, второй пробой зоны минимума. Если цена возвращается в диапазон более чем на 50 процентов, то минимум будет границей диапазона. Этот метод и правило поначалу могут показаться сложными и для того чтобы разобраться, будет полезно возвращаться к видео еще раз. Поэтому чтобы ролик не потерялся, поставьте ему лайк. Следующий максимум не обновляет локальный. Обратите внимание, что это короткое правило описывает и голову и плечи, и двойную вершину. Потому что не обновляет, значит ниже или на одном уровне. Пробой нижней границы диапазона серьезный знак смены тренда. Но, как мы видели на примерах, для подтверждения разворота нужно, чтобы цена не прошла выше 50 процентов от диапазона. Принципы, о которых рассказал, очень полезно использовать в торговой стратегии, о которой говорил в своем вебинаре. Как создать торговую стратегию с нуля за 5 шагов. Ссылка на ролик будет в описании. Отлично. Мы составили схему. Вы спросите, а как же наши обычные тесты? Разве в этот раз мы обойдемся без них? Нет. И в этот раз будет тест. Прямо сейчас и начнем. Посмотрите на график, примените к нему правила и ответьте на вопрос. Что более вероятно, продолжение движения или разворот? Обычный ответ я даю сразу, но в этом случае сперва расскажу, как думал сам. А потом вместе посмотрим, куда пошла цена. Если правильно определите, куда пошла цена, значит тест прошли. А пока предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Первое правило задает нижнюю границу диапазона. Второе подтверждает формирующийся разворот. Как помним, первые два правила говорят о том, что есть условия для смены тенденции. Третье правило говорит о том, что вероятность разворота высока. Четвертое правило дает вилку решений. Если сейчас цена пойдет выше половины диапазона, то разворота скорее всего не будет. Если останется в зоне нижней границы, то вероятно смена тренда. Интересно, удалось вам правильно ответить на тест? Напишите об этом в комментариях. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите о правилах созданных вами, подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!